Ребята, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале Мне как-то периодически задают вопрос Как я стал дальнобойщиком Собственно говоря, вся суть этого видео Будет заключаться сегодня в этом Ребята, если вы себе захотели приобрести какую-либо световую табличку С каким-то особенным стилем С какой-то особенной надписью Или же у вас там, например, у меня шторка есть Универсальная для всякой машины И вам хочется сделать на ней логотип Или же логотип в этом косячке на окне Пожалуйста, по трассе М7 Перед деревней Граховец 331 километр Работает ателье по изготовлению наклеек Также печать на кружках Печать на ткани То есть, пожалуйста, заряжайте, заказывайте Можно отправить это все в регионы Почтой или какой-либо другой транспортной компании Все на высшем уровне Качество вообще отменное А контакты я оставлю в описании Также группа Дальнобой ТВ Вконтакте, пожалуйста, заходим Подписываемся Группу я только создал Поэтому я надеюсь На вашу помощь и ее развитие Так, ну а я как бы хотел бы вам рассказать о том Как именно я в данном случае стал Дальнобойщиком Как я вообще стал водителем Страясь к машинам у меня появилась еще с раннего детства Как бы по отцовской линии У меня вообще все водители То есть, начиная с моего деда Потом отец, также водитель И я продолжил, собственно говоря, эту династию Да, мне это очень нравится Меня всегда привлекало то, что В машине можно там делать самому Ковыряться с машиной То есть, с железками, с этими, с этими мазутой И так далее Все это мне очень привлекало Не знаю Такое увлечение Ну, в данном случае, мне кажется Это кому что дано Кто-то Рожден, чтобы готовить еду Кто-то рожден, чтобы Перевозить то или иное Либо там людей Либо груз какой-то там отдельно Да То есть, ну Кто-то рожден водителем Кто-то там поваром И так далее Собственно говоря Как я начал Получив свои права Я учился на категорию С Б мне открыли Повышающую на понижающую То есть, я на Б вообще не учился Я отучился только на категорию С В Десафе Вот Отучился Сдал экзамены Затем Через месяц я только сдал на категорию Б Потому что я на категорию Б сдавал Там два раза Три раза даже Правила я сдал с первого А вождение я с третьего сдал Ну не знаю Я что-то очковал при том Когда сидел рядом со мной Как инструктор Или что-то такое Но Тем не менее Я получил свои права 18 лет Потом Как бы ездил там на Грузовой машине Пробовал ездить Пробовал ездить И Соответственно на легковой машине Там И на микроавтобусе Ну то есть Начал ездить на всем Было по барабану На что садиться И куда ехать Но с прицепом Я как бы ни разу Никуда не ездил Вот Затем После того Как я служил в армии Решил я Устроиться в Москве В такси Так как я после армии Переехал в Москву Основательно В такси После непродолжительного Времени Совершенно непродолжительного Меня Ну скажем так Мой работодатель Взял меня В роли Механиком Работав механиком У нас нам с ним Вошли Разногласия Я уволился Оттуда И Устроился На газели Работав на газели Мне Ну как бы я был курьером На газели Наставляя Груз У меня Короче Парнишка мне говорит Нафиг тебе нужна Эта суета Не хочешь ли Пойди попробовать Поработать на миксере А Бру Ребят Слишком вперед Забежал Я работал на КамАЗе На Савке По видео Там есть Видео У меня давным-давно Выкладывал Работал В ГБУ На 15 кубовом На самосвале На КамАЗе Поработав на нем Я Понял Что Надоел мне этот самосвал Надо что-то другое В итоге Я потом Поработал Курьером Пришлось мне И парнишка Приложил Пойти на миксер Я тогда уже смотрел Все каналы Колян 86 Как он ездит По северу Еще ездил Потом Когда он начал ездить На Вольво Я все это смотрел Потом Смотрел категории Е То есть Что-то мне Дико Жутко Загорелось Открыть себе Категорию Вот Работал на миксере Я Понял Что такое Потаскать Под собой Тяжелый груз Очень тяжело Было Поначалу Ну как Я боялся Просто того Что Машина Перевернется Потому что Опрокинуть миксер Ну достаточно легко Особенно тогда Когда он груженый Вот Вот это все Мягкое трогание Мягкое Быстрое Вот это Ну как-то Одновременно Вот это Сопоставлять Две вот эти Противоположные вещи Мягкое Быстрое Резкое Вот это Все Нужно это все было делать Чтобы Например Там При трогании В горку Не разлить бетон Там То есть Возили Достаточно много По 10 кубов 9-10 кубов Когда как Вот Общей массой Там 40-42 тонны Потом Когда я работал На миксере Я отучился На категории Е Тем самым Тем самым И Куда Естественно Пойти Водителю По категории Е Без опыта В этом Стал Другой вопрос Без опыта Мало Кто Куда Берет К тому же Я С полуприцепом Я не ездил Совсем И Как бы Ну только что В автошколе Я И то Честно сказать Проехал Два раза Я был Всего лишь Первый раз Это Грубо говоря На занятии Второй раз Я был на экзамене В принципе Все нормально Я все сдал сам Никаких коррупционных действий Все отлично Ну и затем Потом стал вопрос Куда пристроиться После Изрядных Звонков Бесконечных звонков И рассказом О том Что Я в принципе Умею ездить Мне без разницы Куда ездить Как ездить На чем ездить То есть Всех этих Все отпугивало В большую степень Либо Тем Кто Говорил Да вот приходите Все Посмотрим на вас Там Испытательный срок Поработайте В случае чего Стажировка На этой компании Были лажей Почитав отзывы О них в интернете Там Или Также есть отзывы На авито Уже в то время Даже были Пару лет назад Собственно говоря Устроился я Тогда Вот Каково Было Мое Первое Впечатление Первое Мое Впечатление Было Ужасным Я Во-первых Сел на тягач Мне казалось Что Я сейчас Не знаю Он Залетит Перевернется Перелетит Было Дикое Чувство Такое Прямо Я привык Что сзади Что-то Есть А сзади Я смотрю Я вижу Только одни Колеса И ничего Более Вот Ну Потом Подцепив Прицеп Механик Подошел И я ему Объяснил Он сам был Бывший Хватил И я ему Объяснил То что Так Вот так Я говорю С полуприцепом Я говорю Понятия не имею Как и что делать До этого Я правда ездил На тракторе Я ездил С прицепом И Пару раз Я ездил На Газели Тоже Прицеп Маленький Перевозили Машинку Для стрижки Газона Меня просили Перевезти Когда работал В ГБУ Вот И соответственно Подцепив Прицеп Я первый раз Посмотрел Зеркала Я увидел То что Мой Блин Когда Что-то Вообще Прицеп Где бы Вообще заканчиваться Или нет Ну Дали загрузку Сказали Все Едь Я естественно Боялся Я дико боялся Что-нибудь Зацепить Я не знал По сути Ни траекторию Движения Да Я там ездил На компьютере Пробовал Эти все Дальнобойщики Евро Трак Симулятор Как бы Евротрак Симулятор Да Уже Такое Более Реалистичное По сравнению С этими Дальнобойщиками Дальнобойщиками я играл Еще когда Совсем Песеном Год Когда Наверное В первом В втором Классе Учился Я не Поехал В первом В втором В двадцать В четвертом Я Вовсю Ушпарил С прицепом На газели На всякой Такой Херни Вот Ну Я все Вот эти Симуляторы На компьютере Я все Пробовал Все Проходил Пробовал Как бы Задом Сдавать Все У меня Получалось Да Как бы Ну Реальность Есть Реальность А Компьютер Есть Компьютер Вот Ну Естественно Первый Дали мне Рейс Я тогда Помню Поехал В деревню Федоровская Калакержича Завод По изготовлению Бытовой техники Бекон Вот Ну И Собственно Говоря Приехав На загрузку Я Первый раз Начал Сдавать Задом Была Зима Это был Январь Месяц Конец Января Естественно Подмораживало Подтаивало Короче Я заманался Заезжать Я минут Наверное 30 Пытал Первый раз Пусть Сдавал Задом Не то что Потому что Я Как бы Не знал Куда Мне Рулить Куда Крутить Руль А потому Как Было Покрытие Скользкое И Собственно Говоря Это И Был Мой Первый Рейс Когда Я Вообще Ну Первые Ощущения Были Страшные Только Полчаса Когда Я Выехал На МК Далее Потом Как бы Стало Все Как будто Суже Естественно Многих Тонкостей Не знал Ничего Я об этом Не знал То есть Такая Вот Так Все Пошло Как-то Сама По себе Поехала Затем Естественно Начал Приобретать Какие-то Навыки Что-то Узнавать Там Те или иные Действия С прицепом Как лучше Его Цепить Как Подцепить Там И так Далее И тому Подобное Все Началось Познаваться Соответственно Все Приходится С опытом И вот Если брать На данный Момент Я Из 100% Если знаю Процентов Наверное 30 В лучшем Случае То хорошо Потому что Все равно Все знать О каждой машине У каждой машины Своя специфика Например Мужики Которые приходят Садятся С 10-летним Стажем С 15-летним Стажем Они Я Им Например По тому же Камазу Даю Многие Рекомендации Или Какие-то Там Скажем так Функции Этого Автомобиля Что Что-либо Такое То есть То о чем Они в принципе Не знают И даже Они говорят То что Век живи Век учись Проездили столько лет И все равно Все не знаем Вот Собственно говоря Вот так вот Я Стал Дальнобойщик Естественно Все мы помним Сериал Дальнобойщики С Галкиным И Костюхиным Где они там Ездили То Разные Ситуации Они там Складывались на дороге То бандиты То еще Человеки Раньше Да Ребята Раньше Все Вот это 90-е 2000-е Года Все это Действительно Было Но Естественно То что Было Снято В фильме Из 100% Правды Наверное Ну Процентов 20 от силы Ну На то он и Художественный Фильм Вот Потому Как если бы Снято Была бы Абсолютно Вся Правда Никто В эту Профессию Не шел Мне кажется И шли Только Самые Безбашенные Я прошу Прощения За Антирадар Но Я В пути Еду В Восемерке Подъезжаю 180 километров У меня до Нижнего Новгорода Вот Ну Собственно Горя Вот так Я И стал Далее Что еще Хочу сказать Многие там Сразу Начинают Как сейчас Молодые Таким Как вам сказать Кто только Первый раз Собирается Ехать Рейс Начинает Шелестить Там Тот же Ютуб Интернет Начинают Задумываться О том Что Что Необходимо Водителю В рейсе Прежде всего На мой взгляд Водителю В рейсе Необходимо Это Здравый Ум И светлый разум На мой взгляд Дома Голову Оставлять Ни в коем случае Нельзя Голова Всегда Должна Соображать Должна Работать Но И при этом Необходим Вот Езда Стоя Ни до чего Хорошего Никогда Не приведет Вот Ну В плане Вещей Соответственно Необходимы Предметы Быта Вам Это Кастрюля Сковородка Ложка Вилка Ложка Чайная Ложка Столовая Ножек Кружка Далее Салфетки Бумажные На всякий случай Салфетки Влажные Обязательно Чайник Соль Сахар Специи Какие-то Вам Если Вы Сами Собираетесь Готовить А Вы Будете Готовить Потому что В кафешках Вы У вас Никакой Зарплаты Не хватит Чтобы Питаться В кафешках Вот Также Для удобства Какой-то Поднос Или разнос Какого Правильно Не знаю Называется Кто как Какая-то Доска Разделочная Чтобы Нарезать Тот же Хлеб Нарезать Ту же Колбасу Там Порезать Мясо Салат Какой-то Там Замудритель Вот Вот Вроде бы Все Ну Соответственно Вам Необходима Плитка Газовая Можете На первое Время Взять Себе Если Скажем Так Финансы Не особо Позволяют Можно В принципе Взять Совершенно Такую Маленькую Газовую Плитку Она Там Стоит Порядка 300 Даже Можно Найти Рублей 500 Ну 500 Это Чересчур Ребят Потому Что Я Вот Себе Купил Плитку Свою Первую За 1200 Рублей Но И то Я Ступил Потому Как Не Не Было Клапана Дополнительного Выхода Под Подключением Именно Газового Баллона Пятилитрового А был Только Обычный Газовый Баллон Который Продается Сколько Поллитровый Наверное 400 Наверное Кубов Сантиметров Кубических Вот И Короче Я Об этом Тогда Еще Не знал Вот Ну И Соответственно Так Получилось Я Себе Взял Эту Плитку Да Я С ней Проездил Год Она У меня Не Подвела Безо Безо Этот Электрический Элемент Который Зажигает Все Осталось Работать Так В принципе На мой Взгляд Купить Редуктор Купить Хороший Шланг Газовый Купить Пятилитровый Баллон И купить Такую Плитку Но Плитку Необходимо Покупать Реально Ребята Что то на ней Можно было Подключить И такой Баллон Газовый Вот этот Маленький Который Который Продается И Пятилитровый Зачем Так Пообъясню В данном Случае За вас Может Закончиться Газ В этом Пятилитровом Баллоне И Вам Заправить Негде Будет Этот Баллон У вас Лежит Запас Обычно Баллон Газовый Вы его Вставили Подключили И пожалуйста День В принципе Два Вы свободно Можете И приготовить Еду И погреть Себе чай Или что то Иное Сделать Вот Именно Поэтому Я себе Приобрел Такую Плитку Которая Есть Возможность Подключить И такой Баллон И такой Вот Купил я Ее Ребят Скажу Честно За 800 Рублей Она С таким Же Пьезоэлектрическим Элементом Совершенно Обычная Комфорка Без Керамики За 800 Рублей Я купил Перед Карапачева Это Большая Стоянка По Уралу Если кто будет ехать Слева Справа Стоят Ларьки Если вы Походите По ларькам То Вы Можете Там У одного Спросить У другого Третьего То Цена Будет 800 Рублей Найдете Вот Так же Продаются Вот эти Маленькие Плитки Газовые Там Они Вообще Розочка Открывается Я Так У себя Покупать Сразу Не Стал Купил Себе Нормальную Но Попал Так В Охожем Себе Большую Вот Ну и Соответственно Мыльно-рыльные Принадлежности Это Бритва Щетка Зубная Зубная Паста Пена Для Бритья Гель Для Душа Шампунь Для Волос Полотенце Ну В данном случае У меня Два Полотенца Это Маленькое И большое Маленькое Естественно Для лица Когда утром Умываешься И Большое Для душа Когда Идешь в душу Все На этом В принципе Набор Заканчивается Из вещей Соответственно Постельное Белье Подушка Одеяло Плед Какой-то Чтобы Застилать Постельное И Что еще Ну И Одежда В данном Случае Сменная Обувь У вас Должна Быть Шлепки Какие-то Тапки Кроссовки Потому Что На Некоторые Места Когда Заезжаешь Некоторые Заводы Там Еще Что-либо Такое Не Пускают В Открытые Обувь Не Обходимо Иметь Закрытую Обувь И Именно Чтобы Она Держала Ногу Сзади Вот Соответственно Шорты Штаны Трусы Носки Майки Футболки У меня В данном Случае Есть С собой Три Олимпийки И Одна Теплая Кофта Спортмастер Я себе Покупал Такая Желтая Кто Может Помнит Видел Мне По На Видео Ну В принципе Все Весь Набор Ничего Такого Сверх Естественного Ну А дальше Ребята Вы Уже Весь Этот Быт Вы Поездите Со Временем Все Равно Пообщаетесь Там Потом Кому У кого Как будут Позволять Там Финансы Возможности Потребности Кому Это будет Нужно Не нужно То есть У каждого Своё Мировоззрение На все Эти Вещи Свои Взгляды Кому То потребуются Такие Шторочки Кому То потребуется Например Полочка Там Кому То Пепельница Потребуется Держатель Для Телефона Там Я не знаю Коврик Под ноги Там Тот же Оплетка Руля Там Родильник Если в машине Нету То есть Ну У каждого Будет Потом Своё У каждого Своё Уже Начнутся Заморочки Кому То нужна Рация Тоже Самая Кому То Нет Кто Там Радиолу Себе Какую То Поставит Ну То 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 Именно Уже Начинается Вы Просто Начинаете Жить В этой Машине По Большому Счёту И Начинаете Делать Все Для Того Чтобы Было Вам Удобно И Комфортно В ней Находиться И Жить По Сути Вот В принципе Ребят Все Я думаю Ответил Вам На тот Вопрос Как я Стал Дальнобойщиком Просто Скажу Это Была Мечта Скажем Так Вот Потому Как Постоянно Разные Ситуации Разные Дороги Разные Там Места Разное Общение С людьми То Есть Ну Так Вот То Есть Я Думаю Все Не то Что Все Но Многие Так Пошли Работать Просто Кому То Захотелось Да Я Я Не знаю Как Это Все Объяснить Но Факт Остается Факт Просто Кого Тянет К Дороге Кто То Не Может Кому То Лучше По Городу Помотался И Ушел Домой Отдыхать Но Мне Например Конечно Хочется Побольше Дом Отдыхать Но И Вот Эта Вся Скажем Так Дальнобойная Романтика Она Тоже Мне Приятна Скажу Честно Потому Что В этом Своё Есть Своя Какая-то Изюминка Никто Ее Не знает Никто Никто Наркот Наркотик Наркотик Собственно Говоря Он Присутствует У каждого Водителя Потому Что Вы Даже Можете Если Думаете Что Я Вру Вы Можете Спросить Абсолютно У любого Дальнобойщика И он Скажет То Что Дома Побудет Два Три Дня И Все Начинает Надоедать Этот Дом Ему Надо Срочно Ехать В рейс Его Скажем Так Дорога Начинает Зывать Обратно Вот И Такое Лирическое Скажем Так Момент И Соответственно Мало Кто Скажет Что Это Не так На самом Деле Все Это Истинная Правда Вот Ну Собственно Говоря Привыкаешь К этому Ко всему И Живешь И Радуешься Вот Собственно Говоря Вот так Я и стал Дальнобойщиком Все началось С того Что Я Изначально Получил Свои Права Затем Начал Работать Как бы На легковой Машине Потом На грузовой И Затем Пересел Уже Плотно На фуру Хочу Еще Отметить То Что Езда По Городу И Езда По Трассе Несколько Отличается Свой Иной Темп Свои Иные Заморочки Потому Как По Городу Ну я не знаю Как это объяснить По Городу Это одно Скажем Так По Трассе Это Совершенно Другое И Если кто Думает Что Все Это Одно И Тоже То Вы Заблуждаетесь Ну Собственно Говоря Ребята Такие Вот Пироги На На Этом Я Думаю Все Я Ответил На Тот Вопрос Который Мне Чаще Задают Я Бо Не Хотел Сказать Что Прямо Мне Прямо Без Конца Задают Вопрос Но Пару Человек Пару Тройку Наверное Мне Писала Просила Как Рассказать О том Как Я Стал Водителем Провалился Вот Пожалуйста Ребят Еще Хотелось Отметить Для тех Кто Только Начинает Свою Карьеру Водителем Дальнобойщика Запомните Поэтому Сейчас Асфальту Который Вот Сейчас Допустим Новый Положили По нему По асфальту Ехать Страшно Потому Как Он Мягкий Может Быть В некотором Месте Он Может Провалиться Где-то С краю Трен его Знает Всякое Бывает И Вот Сейчас Камаз Встал На Обочину И Провалился Он был Гружен Песком И он Провалился Если Вы Видите Следы Даже Грузового Автомобиля Что Он Заезжал Сюда На Обочину Это Не Значит То Что Вы Можете Сюда Заехать Потому Как Он Может Быть Заезжал Пустым А Вы Гружен Например С той же 20 Тоннами Он Пустым Стал Уехал А Вы Тупо Забуксуете Вот Тоже Все Заезжали Сюда Обочина Неукрепленная Тоже Кто-то Там Буксовал Немножко Так Что Такие Вот Ребята Дела Ну А с вами Я прощаюсь С вами Я прощаюсь Мне Предстоит Долгий Путь Якути Всех С праздником Сегодня День Дальнобойщика Последняя Суббота Августа Я Поздравляю Вас Всех С этим Днем Желаю Удачного Пути Меньше Полома По дороге Побольше Быть дома Отдыхать С семьей И Просто Удачки В нашем Нелегком деле Вот Ну и По традиции Кто не подписался Заходим Подписываемся Нажимаем на колокольчик Чтобы не пропустить Новые выпуски Видео Задаем вопросы Комментируем Ставим лайки Или дизлайки Вступаем в группу Вконтакте Дальнобой ТВ На ссылочке Оставляю все Под описанием Вернее Под видео В описании Всем удачки Пока Пока Ребят Субтитры сделал DimaTorzok Дальнобой ТВ